приветствую на моем канале сегодняшнее видео будет у нас распаковочка орхидей подростки приехали орхидеи подростки от садовника алюра орхидеи приехали из распродажи продавцы очень часто устраивают такие сезонные распродажи перед приездом и поставкой новых растений вот собирается у продавцов к примеру двух-трех завозов растения в маленьком количестве и они их пускают в продажу по низкой цене но по идее довольно таки хорошие растения мы сейчас распаковываем нашу посылочку и посмотрим что ко мне приехала и ступаем к распаковке как обычно китайская газетка и мои подростки я в распродаже заказала 4 подростка все они от задовника алюра как я уже говорила метушки ароматные растения то есть в этот раз абсолютно все у меня метушные ароматные растения я буду очень-очень ждать их цветения потому что для меня ароматные сорта и орхидеи мультифлора это просто превыше всего я обожаю и растения они очень красивые до ароматные сорта не всегда пышно цветов но их аромат это просто дорогого стоит достаём растушечки это у меня кто это алюра принцесса это ароматный сорт очень красивая орхидейка хорошенькая орхидейка и она кстати с цветоносиком я как раз просила мне положить цветоносиком растюшечку очень красиво крупная растюшка здесь вам честно скажу это вот уже хороший размер двоечка это не 1 и 7 хорошее благородное растение очень красивое растение поэтому буду ждать от нее цветения и как только она зацветет я обязательно похвастаюсь этой красоточкой это по моему тоже должна быть принцесса какой-то поинт написано что за поинт я не знаю потому что я заказывала две принцессы я вспомнила что я заказывала за поинт это алюра принцесс red point тоже принцесска но немножко другая у нее очень интересный рисунок я вставлю в видео как она выглядит очень красиво интересная растюшка но это растение было на доращивание корней она потеряла корни и была на адаптации и попала под распродажу да в распродаже могут быть и такие растюшки это вполне нормально они живые их можно выехать и потом впоследствии радоваться и наслаждаться их красивым цветением открываем следующую растюшку последующие два растения будут в размере горшочка 2 и 5 это уже крупные растения которые ближайшее время в принципе могут дать красивое интересное цветение красивая растюшечка это марс я очень давно хотела этот сорт от алюра но я каждый раз откладывала покупку этого сорта в долгий долгий ящик и как мы видим желтый листочек немножко отечный это в принципе нормально и это все может пройти если дать растению правильный уход это может все исчезнуть стать зелененький у меня есть уже случаи когда приезжали растюшки желтыми листочками даете просто правильное питание немножко удобрения правильный уход много света все проходит бывает проходит а бывают растюшки все-таки этот листочек съедают каждое растение реагирует по-разному но в принципе это все можно убрать это все поправим это не страшно негубительно для растений мы смотрим как шикарное растение просто шикарно корни мощные хорошее прекрасное растение с распродажи представьте себе то есть если кто-то покупал по полной стоимости эту красоточку то я купила по очень очень приятной цене на распродаже и мне эта красотка досталась потому что марса было очень мало и в ограниченном количестве и не всем желающим этого сорта хватило открываем четвертое растение и это архитейка протеус очень хороший сорт очень благодарный сорт а смотрю здесь есть чешуечка но это в принципе ничего страшного здесь скорее всего был листочек и орхидейка его потеряла и как мы видим орхидейка даже цвела кстати кто хочет сорт протеус кто любит очень любит леодора и ее аромат то протеус это как раз тот самый сорт который отлично вам подойдет он ароматит шикарно очень шикарно как и леодора этот сорт очень великолепный и очень легкий на цветение и кстати я вам что-то покажу я крутила крутила и я увидела смотрите что из-под старого цветоноса пробивается новый цветоносик для меня это нечто я просто в шоке я буду очень ждать цветение конечно это отличный сюрприз и посмотрите какая мощная корневая система да то есть даже если растение где-то потеряла листочек есть все шансы что у растения все будет хорошо и она нарастить новую лиственную массу и в этом нет ничего страшного этот сорт очень очень легкий на рост и развитие и на цветение я очень долго этот сорт от аллюра откладывала на покупку в долгий ящик вот наконец-то же я все-таки принял решение на распродаже приобрести этот сорт в свою коллекцию и мне он очень и очень нравится да тут немножко есть поврежденный листочек где-то видимо при пересылке его травмировали это развиваю что в коробке потому что коробка смысле была слегка примята и листочек прибили немножко но ничего страшного отойдет все будет хорошо с растушечкой поэтому вот такие вот дела так что у меня сюрприз у меня две орхидеи с цветоносиком поэтому будем ждать красивого пышного цветения и кстати все четыре сорта цветут револьверным цветением что такое револьверное цветение это когда цветоносик допустим сбросил цветочки но продолжает на кончике цветоносика с кончика цветоносика или с боковых почек пробуждать веточки и продолжать свое цветение наращивать постоянно бутончики и цветет да может быть какой-то перерыв но цветоносик может быть зелененький и потом как только орхидейка отдохнет наберется новых сил она снова и снова наращивать новые бутончики и цветет это точно так же как у леодора у сорта, у Sogo Relax, у Purple Deep Relax и у подобных восковичков, цветущих восковичков, револьверное цветение. И сейчас я покажу, как мы будем отпаивать растения в летний период времени. Кстати, по поводу отпаивания растений в летний период времени я хочу немножко рассказать. Существует такой миф, что когда к вам приезжает растение, нельзя сразу давать много воды. Это миф. И не слушайте вы этот миф. Нельзя давать сразу много воды, это в том, что я сделаю недавно распаковку, первую летнюю распаковку, где приехали ко мне растюшки от Яфон, не в лучшем состоянии. Да, они приехали неплохие, красивые растения, но это не идеальное состояние. Вот в том случае нужно, когда растение не совсем здоровое, нужно дать немножко воды растению и постепенно его в течение пяти дней, недели отпаивать. Таких растений можно напаить сразу. Вы даете много воды до тех пор, пока мурь полностью не станет влажным. Не чулакающим, как болото, а именно влажным. И вы не увидите, что растюшки, у растюшки корни стали зелеными, то есть они напились. Вот мы можем видеть, да, у протеуса. Ее уже поили, видимо, перед отправочкой, и у нее слегка уже просушены корешочки, да. То есть ей можно дать немножко воды, потому что, как мы видим, корни уже становятся серенькими и мок уже практически высохший. Он еле-еле влажный. Вот здесь вот нужно дать водичке. Вот и здесь. И еще такой лайфхак, как пробудить и простимулировать растюшечку, чтобы она начала активно расти и развиваться. Вы берете растение под краном корточной воды, но теплой воды, переворачиваете таким образом, включаете кран так, чтобы напор воды бил по задней части листа, где есть устицы, для того, чтобы открыть и пробудить эти устицы на рост и развитие растения, на пробуждение растения. Таким образом, вы пробудите растения и дадите сигнал, через эти устицы пойдет толчок на рост и развитие растения. Мы все знаем, более активная лиственная масса не сверху, а в задней части листвы, где есть те самые устицы, которые прячутся под верхней пластиночкой листа. Вот. И сейчас это я все проделаю за кадром. Вот. Напоим мы уже в кадре вместе растения. Я покажу, что обычные, чем я сегодня буду их опаивать. Вот. Так что такие вот красотки у меня. Не бойтесь в летний период купать свои растюшки. Это очень и очень хорошо, но это нужно делать в первой половине дня, чтобы растение успело до вечера просохнуть, проветриться за весь день, да. Если вдруг попадает в пазуху вода, я там 10-15 минут она не исчезла, не впиталась, вы ее промакиваете либо салфеточкой, либо ватной палочкой, либо ватным диском. Все очень просто. Никто у вас не загнеет, если вы будете делать все правильно. Что понадобится для полива и адаптации растюшек, которые ко мне только приехали? Мы берем литр теплой воды. Вода должна быть комнатной температуры плюс 25. Ну, то есть комфортная для кожи рук. Вот. Мы берем спринцовочку. Это у меня специальная спринцовка для полива растений. И сегодня у нас будет циркон. Мы берем на 1 литр воды 1 каплю циркона. Здесь у меня уже идет циркон с пипеточкой. Циркон очень часто продается еще в такой колбочке, которую вы открываете, да. Там нужно будет взять пипеточку и пипеткой отмерить 1 каплю на 1 литр воды. Я достала циркон и вот буквально вот по вот эту отметочку мы перерезаем и здесь у нас будет открыто отверстие. То есть мы сможем сделать, взять отсюда 1 капельку капнуть в водичку 1 литр на 1 литр воды. Я отрезала и капаем 1 капелька. Все достаточно. И потом это все хорошо-хорошо перемешиваем. Чем удобен именно такой циркон с ампулкой, здесь уже пипетка, тем что вы можете отмерить четко одну капельку на литр воды. Хорошо-хорошо это все перемешиваем. И этой водичкой мы сейчас будем напаивать растение, прольем немножко по корневой системе. Оно стечет и оставим растение, чтобы они смогли напитать, мох смог напитать нужное количество водички. Набираем нужное количество воды в спринцовку. Почему в спринцовку? Можно и просто пролить воду и пусть мох впитывать. То есть если вы новичок и вам немножко неудобно, можно просто налить водичку на сантиметра в 2 емкость и пусть мох напитывает в течение определенного времени. То есть вы будете смотреть, когда влажный мох, его видно. То есть вы пальчиком щупаете, он такой становится влажный, он становится более твердым. Начинаем наш полив. Аккуратненько проливаем по корешкам. После того как растения будут наполнены, я проделаю эту процедуру, про которую я вам говорила. То есть под краном промою листочки, вверх тормашками переворачиваете растение, открываете кран и под проточной водой проливаете, промываете листочки так, чтобы вода била по листочкам задней пластинки. Не имеет значения какой водой вы будете промывать листья орхидеек. Я буду промывать не под очищенной водой, а под обычной городской водой. Поэтому в принципе не страшно, какой водичкой вы будете промывать листочки растюшком. Поэтому не заморачивайтесь касаемо этого. Да, для полива нужно брать, идеально брать растюшком воду, конечно, фильтрованную, очищенную. Но я знаю девочек, которые тоже занимаются продажами этих растюшек. Я с ними разговаривала, у которых количество растений больше, чем у меня. У меня 200-250 примерно растений, точно не считала. А у девчонок, те, которые продажами занимаются, я спрашивала, у них там по 300 и более растений. Они их не заморачиваются и не поливают под фильтрованной водой, а просто под обычной водой из-под крана, то есть обычной городской водой. И говорят, девочки, у них прекрасно растут растения и цветут. Не то, что там, да, там у кого-то могут долго не цвести. У них еще и цветут растения, прекрасно себя чувствуют. И они вокруг этих растюшек не бегают с зубном. Когда вспомнили, полили, когда нет, тогда нет. Ну, может быть, это и правильно девочки делают. Кто его знает. Растюшки мои напоены, покупаны. Купала я их тем самым методом, который я покажу в следующих. Все, как я это делаю, каким напором я промываю эти листочки для стимуляции роста и развития растения. И что делаю я после того, как я их покупала. Вот. А следующий вопрос. Буду ли я обрабатывать новоприбывшие растения? Мой ответ, конечно же, да. Но это я уже проделаю не сегодня, а буквально завтра, после завтра, как только мои растения просохнут, я обязательно сделаю обработку по листу. Это важно, потому что вредители, они не дремлят. Сейчас самый сезон и пик вредителей, нашествия вредителей, которые могут прятаться как во мхе, так и в пазухах листьев, даже подростков. Поэтому не откладывайте обработку в долгий и дальний ящик. Обрабатывайте все растения, даже в доске, которые много прибыли к вам. У нас четыре вида средств от вредителей, которыми я пользуюсь всегда на регулярной основе. То есть, я беру один из препаратов. Это может быть милелия, это может быть инсектицид перфект ламп, это может быть квитопор и это может быть доктор фоли. Какой-то из этих препаратов вы берете и обрабатываете растения. Обязательно обрабатывайте растения по верхней части пластинки и обязательно по нижней части пластинки обрабатываем растения так, чтобы средство затекало в пазухе растения. Если в течение 10-15 минут это средство не высохло, вы аккуратненько промокаете сухой салфеточкой или ватным диском или ватными палочками тем, что у вас есть под рукой. Все четыре средства отлично работают. Когда ко мне приезжают взрослые растения, цветущие растения, я к примеру беру доктор фоли или квитопор или медведи и обрабатываю растения по корневой системе. А перфект плантом я обрабатываю по листочку и цветочке. Но очень важно перфектом плант обрабатывать растения на расстоянии 30 сантиметров, чтобы не обжечь листочки и цветочки. На расстоянии 30 сантиметров хорошо все время встряхиваем баллончик и брызгаем. Если не встряхивать баллончик, то средство, которое было сверху, вы используете, а оставшаяся жидкость останется и не будет выпрыскивать. К сожалению, есть такой минус у этих баллончиков перфект планта. Очень много средств остается внутри и не всегда все средства используется. По крайней мере у меня так. У меня есть много испорченных баллончиков и я их просто выбросила, потому что я не смогла достать оттуда средства от вредителей. Но очень работающая штука перфект плант. Я обожаю это средство. Работает на ура, просто убивает трипс и всевозможных вредителей на повал мгновенно. Если же у вас нет допустим перфект планта, но есть какой-то из этих средств домашней аптечки для растюшек, вы можете просто взять этим средством и на расстоянии 30 сантиметров так, чтобы создать такой туманчик и вы полностью обрыскиваете и цветочки и листочки и грунт и корневую систему. Можно взять только одно средство, к примеру, меледи. И только меледи опрыскать полностью, обработать растение. Или к примеру, доктора Фоли. Берете, хорошо баллончики все всегда перед тем, как опрыскать, встряхиваем, потому что средство имеет свойство оседать препарат. И мы обязательно встряхиваем и этим препаратом полностью можем обработать, только им обработать растюшку. От цветочков до корешочков полностью. Или же квитофор. Точно также берем, встряхиваем и опрыскиваем полностью растение. Точно также с меледи. Обязательно встряхиваем средство и потом опрыскиваем растение. Все, в принципе, ничего сложного нет. И адаптация подростков растений это просто. Не бойтесь подростков растений, покупайте, пробуйте. Вдруг вы с ними подружитесь, у вас все получится. И у вас, представляете, вы растите подростков, после они у вас зацветают и радуют вас своим пышным, красивым и ароматным цветением. На этом адаптация подростков завершена. Спасибо за ваш просмотр. Хорошего вам настроения, пышного цветения вашим орхидейкам. Подписывайтесь на мой канал. Буду благодарна за лайк, пальчик, в подобайку, если вы поделитесь моим видео. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.